Всем привет, меня зовут Николай Пак, это видеоблог, серийный продюсер. Это история о том, как телевизионная продакшн-компания решила попробовать свои силы в YouTube. Кто мы такие? Мы студия, которая производит телевизионные программы, сериалы для каналов, для телевидения. Три года назад мы начали делать интернет-проекты, удачные, неудачные, я обязательно расскажу об этом в последующих видео. Но вот с 2019 года мы попробуем делать несколько интернет-проектов, и я буду об этом рассказывать в этом видеоблоге. О своих удачах, неудачах, что получится, как мы это делали, что получилось в итоге. Я буду об этом рассказывать. В своем первом видео я хочу рассказать о 5 причин смотреть этот видеоблог. Первая причина, если вы являетесь сотрудником нашей компании. Долгое время я практиковал оффлайн-презентации для своей команды, но у нас такая индустрия, проектная работа, что большая текучка, правила, условия на YouTube, в социальных сетях постоянно меняются. И мне кажется, что такой вот вид передачи информации будет более эффективным. Я записал видео, сотрудники посмотрели его, ну как бы поняли, что мы делаем, к чему мы движемся, с чего мы начали, ну вот и так далее. Поэтому я думаю, что какие-нибудь 10 подписчиков у меня уже есть таких добровольно принудительных. Вторая причина, если вы являетесь потенциальным сотрудником нашей компании, либо потенциальным нашим партнером. То есть партнером, который сотрудничает с нами, рекламодатели, либо подрядчики, фрилансеры, с которыми мы работаем. Ну для чего, как это работает, для чего это нужно. То есть вы перед тем, как устраиваться к нам на работу, либо с нами работать, вы можете зайти на страницу вот этого видеоблога, посмотреть, что мы делаем, как мы делаем, хотите вы работать с такими людьми, не хотите лично со мной, сработаетесь, не сработаетесь. Ну можете посмотреть и уже какую-то информацию вы можете собрать. Мы так или иначе все равно собираем информацию о людях, с которыми мы работаем в соцсетях. А здесь все будет более, так сказать, без личной жизни, более профессионально, вы будете понимать, кто мы такие. Я вообще считаю, что в будущем, ну как бы все так и будет. То есть руководитель будет обязательно иметь свой видеоблог, неважно, насколько у него хороши навыки ведения, видеоблогера и так далее. Он будет вести свой видеоблог, и тогда люди будут устраиваться, либо решать, принимать решения о сотрудничестве. Не по принципу, там, я лучший сотрудник, я лучше всех работаю, ну там, на собеседовании, да, перед собеседованием. А работодатель говорит, что это самое лучшее место в мире для работы. Мне кажется, так не будет, да, потому что есть какой-то элемент нечестности. Мне кажется, будет так, что люди просто смотрят и пытаются понять, подходят они друг к другу или нет. Ну как бы и стоит ли тратить вот самый невосполняемый ресурс, время, да, на то, чтобы как бы разделять ли вы цели, нравится ли вам метод, или просто вот личное впечатление от человека. Я просто на себе приведу пример, я очень много смотрю видео с Олегом Тиньковым, ну вот, известный российский предприниматель, очень уважаю то, что он делает, вот, но я вот для себя внутри осознаю, что я, к примеру, бы, наверное, не смог бы работать вот с таким руководителем, да, ну, в смысле, вот, мне просто, вот, я считаю, что он не подходит мне как руководитель. Понятное дело, конечно, что мне никто не предлагал работу в Тинькове, это гипотетическая ситуация, как пример. Вот, ну, то есть, вы всегда можете зайти в этот видеоблог и понять, что это за ребята, да, стоит ли с ними работать, стоит ли у них работать. Это вторая причина. Третья причина, если вы любите наблюдать за развитием стартапа в реальном времени. Вот, лично я очень люблю такие вещи, там, когда блогеры пишут какие-то отчеты, как они ведут бизнес, там, не как у них уже все получилось, да, а как вот сейчас, что происходит, вот, мне кажется, что вот этого контента, на самом деле, очень мало. Я буду рассказывать о том, что мы делаем, какие-то курьезы, проблемы, они обязательно будут, препятствия, тупики, все, с чем мы сталкиваемся. Понятно, что наш проект нельзя назвать в чистом виде стартапа, мы все-таки работаем больше пяти лет, и мы уже такая компания, которая состоялась, и здесь не будет каких-то рассказов, там, как зарегистрироваться, как найти начальный капитал, там, как мы в гараже что-то там делаем и так далее. Но так или иначе, мы телевизионный продакшн, мы работаем на этого рынке, а это немножко новая сфера, новые рынки, на которых, вот, лично я чувствую себя новичком, да, и, ну, в какой-то степени, в том числе стартапом, потому что многому придется научиться, мне кажется, нужно, ну, к этому относиться именно так. Четвертая причина, если вы так же, как и я, ищете информацию о новых медиа, которые работают в формате видео. Я сам посещал очень много конференций, форумов, смотрел видеотрансляции, ездил на там, на штормы, на наши там конференции, которые происходят в Алмате, смотрел много видео, посвященных новым медиа, электронным медиа и так далее. Но проблема в чем? Все эти конференции в основном говорят о сайтах и о тексте, да, там, то есть просматриваясь, досматриваясь, дистрибьюция текста там и так далее, партнерские материалы, там, метрики и так далее. Вот, и там очень мало информации про видео, либо вот эту информацию, которая про текст уже как-то адаптирует видео, то есть из того, что ты смотришь, у тебя только 5% полезной для тебя информации, если ты заточен делать в формате видео. Либо это конференции по YouTube, но там в основном говорят про видеоблогеров, то есть это такое развитие личного бренда в какой-то степени, то есть видеоблогеры в YouTube, то есть как будто бы весь YouTube должен состоять из видеоблогеров, да. Вот, если вы такие же люди, которые ищете это, то есть этот видеоблог для вас, потому что я буду делиться тем, что сам найду здесь, буду пытаться делать какой-то анализ, пытаться делать анализ прикладной, в том числе, что мы используем в своей деятельности, мы будем тоже рассказывать в этом видеоблоге. И пятая причина, если вообще вас интересует вот эта индустрия, там, видеопродакшена, видеоконтента, контентмейкерства, как снимать и тому подобные вещи, потому что, ну, на какие-то темы я буду в этом видеоблоге высказываться, размышлять о чем-то, но надо понять, что это ни в коем случае не экспертный блог, да, я ничему здесь не буду учить. Я бы, наоборот, хотел бы, чтобы, если бы на этом видеоблоге собрались какие-то заинтересованные люди, да, ну, в смысле, были подписаны, и которые какими-то, ну, даже высказывая свое мнение, давали какие-то советы, потому что, вот, ну, еще раз, это не экспертный блог, это вот территория, на которую мы заходим новичками, и, ну, и в которой, ну, еще многое нам предстоит узнать, понять, и, как сказать, и увидеть, работает это или нет. Вот, в общем-то, и все. Это пять причин, которые я повешу за главным видео, чтобы все люди, которые заходили на этот канал, они могли понять, что это нишевый видеоблог, в котором в реальном времени мы расскажем вам о том, как мы с телевизионного понимания производства контента пытаемся понять, как это нужно делать для интернета, то есть для ютуба, для площадок, на которых зрители потребляют видеоконтент. Спасибо, подписывайтесь, если вам это нужно.